Посёлку Малая Верейка в Воронежской области грозит информационная блокада. Там закрывают телевидение. Кстати, единственное сельское телевидение в России. Причина истёк срок лицензии навещания, а чтобы продлить её, требуется слишком многое. Из всего списка у маловерейского телевидения есть только уникальный журналистский коллектив. Подробности у Антона Пономарёва. Говорит и показывает Маловерейская студия телевидения. Маловерейская программа «Время» выходит в эфир на час раньше обычной, но также рассказывает только о самом важном и интересном. После новостей обзор прессы, медицинская рубрика и любимая всеми программа по заявкам. Мы крутим своих местных исполнителей, записываем концерты. Главный редактор новостей, он же председатель местного колхоза Олег Лепентин, открыл деревенский телеканал ещё в 90-х годах. Развлечений в селе тогда не было никаких, да и телевизор показывал не у всех. Верейсам собственные новости сразу пришлись по душе. Чтобы было интереснее жить в деревне, потому что был один канал, или два я уже забыл, 20 лет назад, всё нас всё по телевидению нас принимало. Поэтому смотреть было особо нечего, вот решили разнообразить. На очередной летучке после выпуска приходится обсуждать не тему следующей программы, а возможность её выхода. У канала заканчивается лицензия на приобретение новой, у колхоза нет денег. Потому что на цифру надо переходить. А на цифру это знаете какие затраты? Они на цифру ни лицензии не дадут. Интервью, прямые эфиры и выездные репортажи корреспонденты сельского канала объездили всю округу. Каждый день село узнаёт про последние новости, героев дня, погоду и цены в местном магазине. Рубрика о тех, кто в запое, вроде доски позора, но необходимость в ней недавно отпала. Показывать некого. Пить на глазах у целого села стало стыдно. Вечерний маловерейский канал сегодня лидер телеэфира. Посмотреть на своих же знакомых у экранов собираются все 500 жителей. О таких рейтингах можно только мечтать. Приятно очень увидеть своих друзей, знакомых. И узнаёшь много интересного и вообще, что произошло в нашем селе. Эту вышку с антеннами на крыше сельского дома культуры маловерейцы в шутку называют останки на местный телецентр. Именно отсюда идут трансляции деревенских программ. Зона вещания хоть и небольшая, всего несколько километров, но зато жители ещё десятка окрестных деревень всегда в курсе последних верейских известий. Прерывать вещание никак нельзя, считают жители села. С ними согласны местная телезвезда Татьяна Овсянникова. Она уже подыскала себе работу на случай увольнения школьным учителем. А вот как объяснить закрытие канала своим зрителям, пока не знает. Телевидение нужно в селе. Люди привыкли. Все объявления, все они слушают по телевидению. Операторы по привычке ещё стараются снять что-нибудь любопытное, но не уверены, удастся ли показать всем. Перед, возможно, последним эфиром в студии обычная суета. Журналисты надеются на лучшее, хотя привычное прощание в конце программы ведущая всё же поправляет. Вместо «до новых встреч» желает всего доброго и хороших новостей. Антон Пономарёв, Иван Сысоев, Первый канал, Воронежская область.